Я не знаю, что рассказать. Первый трекинг в нашей жизни. Да, первый сумбурный. Надеюсь, ну, честное слово, надеюсь, не последний трекинг, потому что после того, как всё закончилось, память только хорошая, как ты переосилил самого себя, как ты поднялся, какие шикарные виды, как менялась природа вокруг тебя, как менялся ты, как ты ставил себе цель, как ты худел, как ты потел, как ты вонял. Ты думал, что ты не сможешь, а силы всё равно ты находил. Вот это, наверное, самое шикарное, что ты был в такой неестественной для себя некомфортной обстановке, но ты выжил. Мария, помогите мне. Абсолютно с вами согласна, Лаура. Было прекрасно, большое спасибо Кириллу. Нам очень понравилось. Было трудно, вот не соврать, было трудно. Было трудно нести на себе эти рюкзаки, но мы решили практически не пользоваться услугами портера. Что было самое трудное? Было идти. Было идти наверх, да. Наверх, с этой палкой бамбуковой. Морпехи несутся через корни. Для меня, вот если говорить про меня, то самый первый день, разминка была самая сложная, когда я поняла, что меня ждёт впереди. А потом как-то ты свыкаешься с мыслью, что подъём в пять, завтрак один и тот же. Пять в пятнадцать. Пять в пятнадцать, да. Надо на скорую руку быстренько всё собрать, этот спальник, спать в спальнике, господи, это было нечто. А потом тело как-то привыкает к таким нагрузкам. Ты привыкаешь, что ты кушаешь одно и то же. Как так сказать? Мы всегда мёрзнем. Было узко. И куча насекомых, которые пытаются залезть к тебе вот в это окошко. Ну, было прохладно в некоторых лоджиях, по правде. Мы когда были в Диурале, мы спали в кормушке, можно так сказать. То есть вокруг тебя только окна, и они продуваются. Вот, это, наверное, самая такая ночь была холодная. Потому что потом, когда мы уже всё-таки дошли до ABC, там, понятное дело, холод, и ты как-то понимаешь, что нужно ещё одеть на себя одеяло, ещё пуховик сверху. Шапка, да, без шапки никак. Ты это ожидал, а вот на пути, то как-то некоторые лоджии были холоднее, чем мы думали. А в целом в лоджиях очень хорошо, горячий душ. В некоторых лоджиях очень здорово, это есть печка, когда ты можешь все вместе сесть и греться, посушить свою голову. Все твои друзья из команды, группы, все сидят рядом с тобой. А ещё люди, которые просто такие же, как ты, только из других стран. А ты начинаешь разговаривать, у всех у вас есть одна цель. И вы сейчас перед сном пьёте кофе или чай, джинджер-ти с имбирём, и греетесь возле этой печки. Вот приятные воспоминания. А ещё очень здорово это, когда ты на притяжении разных частей маршрутов встречаешь одних и тех же людей. А потом бац, и вы уже на вершине вместе. Ты видишь, а, это та китаянка, которая прыгнула лицом в снег. А потом ты её уже видишь внизу, когда мы принимали Hot Springs. Ну, то есть как-то сплочает, все друг друга узнают, все здороваются. Очень мило. Возьмите побольше трусов. И носков. Да, и носков. Что ещё нужно взять побольше? Всё очень очевидно. Ну да, всё написано на сайте, если честно, нормально. Главное прочитать. Да. Вот мы не взяли с собой трекинговые палки и купили уже в самом начале маршрута себе бамбуковые палки. Это кому как. Так, в конечном итоге мы их выкинули. Но некоторое время они нам помогали. Когда только организм привыкал к подъему, потом к спуску. Вот, они помогали. Обязательно возьмите хороший крем, потому что хоть у вас и был 50, но мы всё равно обгорели. Колбасу лучше не брать. Есть опасность лавин. Да, там на многих участках написано, что здесь лучше не кушать мясо, здесь лучше не мусорить. Не опорожняться. Не опорожняться, да. Но это индивидуально. Нам было нормально. Хоть я и, да, никогда и не занималась спортом. Рюкзак был 8-9 килограмм. У меня 12. Окей, у меня 12. Вот, но портер мы не взяли. Взяли ботинки, они нам пригодились только один день, когда, ну, два дня, то есть на одном участке, когда вот были уже на ABC. А всё остальное мы ходили в обычных беговых удобных кроссовках. Главное, чтобы они были удобные. А, ещё что взять? Тёплые носки. Ну, мы у нас были флисовые, не шерстяные. Да. Ну, и, кстати, очень хорошо помогают пакеты на ногах. Да, спасибо пакетам. Да, чтобы обувь не промокала. Вот так вот. Желаем удачи. Первобытные люди. Жесть ткачи. Ой, да. А вот и мы. Начнём жечь. Да, давайте жечь. Надеюсь, запись уже не идёт? Конечно, идёт. Что? А как же вопросы? Что вы пережили за две недели? Что вы пережили за две недели? Мы... Что мы пережили, Маш? Спасибо. Продолжение следует...